Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании «Текни» у семья Артолки Дзятули. Коррекционный импульс на фондовом рынке США набирает обороты, так как инвесторам становится все сложнее прогонять наличие мысли об экономическом кризисе, в результате нарушения цепочек поставок, закрытия границ, ограничения авиасообщений и грядущей депрессии в потребительских расходах, это все идет как последствия вспышки коронавируса, который уже приобретает в статус пандемии. СН-500 рухнул в четверг на 4,5%, а потери относительно пика достигнутого 19 февраля уже составили 12%. В результате падения индекс пробил 200-дневную скользящую среднюю. Считается, что пребывание цены ниже 200-дневной скользящей средней некоторое время ведет к возникновению устойчивой медвежьей тенденции на рынке. Материковый Китай сегодня сообщил о 327 случаях заражения вирусом, что является минимальным значением с 23 января. Китайские власти заявили, что вспышку удастся взять под контроль к концу апреля приблизительно, так как пик эпидемии пришелся на январь и февраль. Вероятно, сейчас это одно из самых обнадеживающих заявлений на данный момент, потому что из других уголков мира поступают не очень хорошие, не очень позитивные сообщения, которые указывают на развитие, на негативное развитие пандемии. Число заражений в других странах в совокупности пока находится на стадии экспоненциального роста, что, к сожалению, говорит о начальной стадии вспышки. За последние 24 часа более 12 стран уже доложили о первых случаях заражения. Агентство МОДИО сообщило, что пандемия коронавируса, вероятно, вызывает рецессию экономики США и рецессию глобальной экономики в первой половине 2020 года. Доходность десятилетних казначейских облигаций продолжила исследовать новый минимум, опустившись до 1,2%. При этом вероятность экстренного снижения ставки в марте 2020 года растет и достигла 77%. Но вот на графике представленного предмога видно, что это не позволит остановить рыночную панику, так как фьючерсы на ставку закладывают, полагают, что ФРС должен снизить ставку, что снижение ставки должно примерно достигнуть на целых 0,75%. То есть почти 1% от процентной ставки текущая ФРС должен сократить, уменьшить ставку на это значение, чтобы стабилизировать рыночную панику. По крайней мере, сейчас формируются, складываются такие вот ожидания. Нефть, как и ждалось, продолжила свое движение на уровень к отметке 45$ за баррель, мы говорим о 49$. И сам уровень по 45$ за баррель у нас окажется, вряд ли окажется серьезным уровнем поддержки, так как ОПЕК не выступил с заявлением о том, что он готов сокращать предложение. Пока ОПЕК не последует каких-то надежных сигналов о том, что он готов прийти на помощь к рынку. Сейчас нет серьезных факторов поддержки, ничего не благоволит развороту нефти. Ожидания, наоборот, закладывают все более растущий дефицит спроса на энергоносители, которые будут выражаться в дальнейшем снижении центок. Никто пока из участников ОПЕК, России пока не хотят сокращать добычу. Заявление ОПЕК, если последует, должно усадить давление на котировки, но пока кратковременная коррекция около отметки 45$ за баррель, скорее всего, снова перейдет в медвежий тренд. После коррекции можно ожидать, что возновится медвежий тренд, и котировки уйдут еще меньше по нефти. Отток капитала с американского фондового рынка, который мы наблюдаем, он сейчас является одним из основных факторов давления на американскую валюту. С момента прошлого обзора видно, что доллар продолжит в обеде. И возникает вопрос, почему? Для объяснения нужно вспомнить, что длительный период низких ставок обеспечивал погоню за доходностью среди инвесторов. Особенно это сильно выражалось у инвесторов из стран с низкими и порой отрицательными процентными ставками, то есть европейских инвесторов, японских инвесторов, швейцарских инвесторов. Американские акции занимали существенную долю в портелях иностранных инвесторов этих. И вот из динамики, например, пары доллар-иена можно заключить, сегодня она уже снизилась на 0,8% и продолжает значительно снижаться, терять позиции эта пара продолжает. Из этого можно сделать вывод, что как раз-таки оттоки капитала, возвращение капитала на родину, в Японию, то есть тех инвесторов, которые были стимулированы искать доходное здоровье особенно сильно, так как банк Японии значительно понижал ставки в предыдущее десятилетие. И это все говорит о том, что пока медвежий тренд, медвежья тенденция на фондовом рынке США будет сохраняться, это будет оказывать давление на долларов как раз-таки из-за оттока капитала, из-за возвращения капитала иностранных инвесторов на родину. Сейчас, как я уже сказал, фондовый рынок США находится на пороге медвежьего тренда и, скорее всего, будет вынуждено войти в него, так как ожидания по развитию эпидемии пока еще остаются негативными. А слабость доллара сейчас также подпитывается ожиданиями сокращения ставки ФРС. Шансы еще есть куда росли. На сегодня шанс составляет 77%. И вкупе с ослаблением фондового рынка с оттоком капитала тренд на ослабление доллара против евро, японского и швейцарского франка скорее всего сохранится. На сегодня все, спасибо за ваше внимание. Уйдем с вами в понедельник.